Карл Чапик. Коллекция марок. Когда мне было лет десять, сказал старый пан Карос, я начал коллекционировать марки. Папе это не нравилось. Он думал, что я из-за этого буду плохо учиться, но у меня был товарищ Лойзик Чепелко, с которым мы и предавались филателлистической страсти. Мой отец был нотариус, глава местной знати, весьма почтенный и строгий господин, а я всем сердцем привязался к Лойзику, чей отец был пьяным шарманщиком, а мать забитой прачкой. И этого Лойзу я почитал как святого, преклоняясь перед ним за то, что он более ловок, чем я, что он удачливый, самостоятельный, выносливый, что нос у него всегда в веснушках и что он мог бросить камни левой рукой. В общем, не помню, как много всего я в нем любил. Бесспорно, это была самая большая любовь в моей жизни. Так вот этот Лойзик стал хранителем моей тайны, когда я начал собирать марки. Здесь кто-то сказал, что только мужчины понимают, что такое коллекционирование, и это верно. Я думаю, в нас живет некий атовизм или инстинкт, сохранившийся с тех времен, когда мужчина коллекционировал головы врагов, захваченное оружие, медвежьи шкуры, оленьи рога и вообще все, что становилось его добычей. Но коллекция марок – это не просто собственность, это вечное приключение. Ты как бы с трепетом прикасаешься к краюшку далекой страны, скажем, Бутана, Боливии или мыса Доброй Надежды. Просто у тебя с этими чужедальними землями возникает что-то вроде личной интимной связи. В общем, есть в коллекционировании марок некий мотив путешествий и мореплавания. Короче, этакой всеобщей мужской тяги к приключениям. Это все равно как некогда с крестовыми походами. Как я уже говорил, моему отцу это не нравилось. Отцы обычно не любят, когда их сыновья заняты не тем, чем они. Я, господа, также относился к моим сыновьям. Отцовство – вообще некое смешанное чувство. Есть в нем великая любовь, но и какая-то предвзятость, недоверие, враждебность. Не знаю, как это выразить. Чем больше любишь детей, тем сильнее это другое чувство. Короче, мне с моей марочной коллекции приходилось прятаться на чердаке, чтобы отец ни о чем не догадался. На чердаке стоял старый Ларис под муки. Мы залезали в него как два мышонка и показывали друг другу марки. Смотри, вот это Нидерланды, это Египет, а это Швеция. И в том, что нам приходилось прятать наши сокровища, было нечто до греховности прекрасное. А добывать эти марки было еще одним приключением. Я ходил по знакомым и незнакомым семьям и клянчил марки со старых писем. В некоторых домах где-нибудь на чердаке или в секретере хранились полные ящики старых документов. Самые блаженные часы я проводил, сидя на полу и перебирая кипы бумаг в поисках экземпляра, какого у меня еще не было. Видите ли, по глупости я не собирал дубликатов. И если мне попадалась старая Ломбардия или какое-нибудь из немецких маленьких княжеств или вольных городов, я испытывал прямо так мучительную радость, ведь всякое безмерное счастье причиняет сладкую боль. А Лойзик поджидал меня на улице, и когда я наконец выходил, то еще с порог жептал ему, «Лойза, Лойза, там был один ганновер! Взял? Ага!» И мы мчались с добычей домой к тайнику. В нашем городе были текстильные фабрики, выпускавшие низкие сорта джутовых, бязевых, ситцевых тканей и прочую хлопчатобумажную ерунду. Все это производилось для цветных племен всего земного шара. И мне разрешили приходить на фабрику и искать марки в корзинах для бумаг. Здесь были мои самые богатые охотничьи угодья. Тут я находил Сиам, Южную Африку, Китай, Либерию, Афганистан, Борнео, Бразилию, Новую Зеландию, Индию, Конго. Не знаю, звучат ли для вас эти названия как нечто таинственное и желанное. Господи, какая радость! Какая невероятная радость найти марку Кореи или Непала, Новой Гвинеи, Сьерра Леоны. Послушайте, такой восторг может понять только охотник, искатель кладов или археолог среди своих раскопок. Искать и найти – это величайшее напряжение и удовлетворение, какое только может дать человеку жизнь. Каждому человеку следовало бы что-нибудь искать, если не марки, то истину или волшебный цвет папоротника, а то хотя бы каменные наконечники стрел и урны. Да, это были прекраснейшие годы моей жизни, когда я дружил с Лозиком и собирал марки. Но вот я заболел скарлатиной, и Лозика не пустили ко мне, хотя он торчал у нас в коридоре и насвистывал, чтобы я его слышал. Как-то раз за мной не уследили, что ли? В общем, я удрал из постели и шась на чердак посмотреть свои марки. Я так ослабел, что с трудом поднял крышку Лари. Но Ларь был пуст. Коробка с марками исчезла. Я не в силах описать вам мою боль и ужас. Вероятно, я стоял там, словно окаменев, и не мог даже плакать, так у меня сжалось горло. Во-первых, ужасно было потерять марки, мою величайшую радость. Но еще страшнее было сознание, что, воспользовавшись моей болезнью, их, наверное, украл Лойзик, мой единственный друг. То был ужас, разочарование, отчаяние, скорбь. Знаете, просто поразительно, до чего сильны переживания ребенка. Как я спустился с чердака, я уже не помню. Только после этого я снова слег, метался в жару, а в минуты облегчения все думал, думал. Ни отцу, ни тете я не сказал ни слова. Матери у меня не было. Я знал, что они совершенно меня не понимают, и это как-то отдаляло меня от них. И с того времени я уже никогда не пытал к ним горячей детской привязанности. Измена Лойзика оказалась для меня чуть ли не смертельным ударом. Это было мое первое и самое страшное разочарование в человеке. «Нищий», — говорил я себе. «Лойзик нищий, и поэтому он ворует. Вот тебе за то, что ты дружил с нищим». Это ожесточило меня. С тех пор я начал делать различия между людьми. Я утратил состояние социальной невинности. Однако тогда я не понимал еще, сколь глубоко было потрясений и сколь многое во мне рухнуло. Пересилив болезнь, я пересилил и боль от потери марочной коллекции. Только еще кольнуло в сердце, когда я увидел, что Лойзик тем временем завел новых друзей. Но когда он прибежал ко мне, слегка смущенный после долгой разлуки, я сказала ему сухо по-взрослому, «Катись, я с тобой больше не разговариваю». Лойзик покраснел и не сразу ответил «Ну и ладно». С того момента он упорно, по-пролетарски ненавидел меня. Именно это событие и повлияло на всю мою жизнь, на мой выбор жизни. Мой мир, если можно так сказать, был осквернен. Я перестал доверять людям, научился ненавидеть их и презирать. Больше не был у меня друга. И когда я стал взрослеть, то начал даже гордиться тем, что мне никто не нужен, и я никому ничего не прощаю. Потом я стал замечать, что меня никто не любит, и сам тоже стал презирать любовь и всякие сантименты. Так и вышел из меня высокомерный, чистолюбивый, педантичный, одним словом, корректный человек. К подчиненным я относился в зло, без жалости, женился без любви. Детей воспитал в трепете и страхе, и своим прилежанием и добросердечностью добился немалых успехов. Такова была моя жизнь, вся жизнь. Я не уделял внимания ничему, кроме своих обязанностей. И когда я почаю в бозе, в газетах напишут, какой я был заслуженный работник и примерный человек. Но если бы люди знали, сколько во всем этом одиночества, недоверия и ожесточенности. Три года назад умерла моя жена. Я не признавался ни себе, ни людям, но мне было невыносимо грустно. И от тоски я начал перебирать семейные реликвии, оставшиеся после отца и матери. Фотографии, письма, мои старые тетради. У меня перехватило горло, когда я увидел, как заботливо мой строгий отец все это складывал и сохранял. Вероятно, он все-таки любил меня. Этими вещами был забит целый шкаф на чердаке. И на дне одного ящика я нашел шкатулку, запечатанную печатями отца. Я открыл ее. В ней лежала та самая коллекция марок, которую я собирал пятьдесят лет назад. Не буду скрывать, у меня ручьем хлынули слезы, и эту шкатулку я отнес в свою комнату, как некое сокровище. «Значит, вот как было дело», — понял я тогда. «Значит, когда я болел, кто-то нашел мою коллекцию, и отец ее конфисковал, чтобы из-за нее я не пропустил учебу. Ему не следовало этого делать. Но и тут сказалась его строгая забота и любовь. Не знаю от чего, но мне стало жаль и его, и себя». А потом пришла мысль. «Значит, Лойзик не крал этих марок. Господи Боже, как я был к нему несправедлив. И встало передо мной лицо этого веснущатого, вихрастого уличного мальчишки. Бог весь, что с ним случилось, и жив ли он еще. Ах, как мне было мучительно стыдно, когда я все это восстановил в памяти. Только из-за несправедливого подозрения я потерял единственного товарища. Из-за этого я лишился детства. Стал презирать бедных, вел себя высокомерно. Поэтому я уже ни с кем близко не сошелся. По одной только этой причине я всю жизнь не мог смотреть на почтовые марки без неприязни и отвращения. И никогда не писал писем своей невесте, а затем жене, маскируя тем, что стою выше проявления чувств. И моя жена страдала от этого. Вот почему я был так жесток и замкнут. Поэтому, только поэтому я сделал такую карьеру и столь образцово выполнял свои обязанности. Я пересмотрел всю свою жизнь, и вдруг она показалась мне пустой и бессмысленной. Ведь я мог жить совершенно иначе, пришло мне в голову. Если бы этого не случилось, ведь во мне было столько жару и любви к приключениям, столько страсти, благородства, фантазии, доверчивости, столько удивительных и могучих дарований. Боже мой, да я мог быть совсем другим человеком. Путешественником, актером или военным. Я мог любить людей, выпивать и понимать их. Мало ли что еще. Во мне словно таял некий лед. Я перебирал марку за маркой. Здесь были все они. Ломбардия, Куба, Сиам, Ганновер, Никарагуа, Филиппины. Все страны, в которых я тогда хотел поехать и которых уже не увижу. В каждой марке заключалась частица того, что могло быть и чего не случилось. Я просидел над ними всю ночь и судил всю свою жизнь. Я видел, что это была какая-то чужая, искусственная, безличная жизнь. А моя настоящая жизнь так и не осуществилась. Пан Карас махнул рукой. Как подумаю, кем я мог стать и как я был несправедлив к Лойзику. Слушая эту речь, пан Вовес, скорее всего, тоже вспомнил что-нибудь из собственной жизни. Пан Карас, сказал он растроганно, не стоит об этом думать. Что толку, теперь уж поправить ничего невозможно. Невозможно начать жизнь сызного. Невозможно, вздохнул пан Карас, легка покраснев. Но знаете, по крайней мере, я снова начал собирать марки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok